Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на кухню за новым рецептиком. И я надеюсь, что мне удастся вас сегодня удивить. Все вкусно, просто и полезно! У меня был вот такой вот кусок свинины. И я думаю, что же такого интересного приготовить, чтобы дети ели в удовольствие? И вот вам такой вариант. Мясо нарезаю вот таким вот образом. Сегодня у меня свинина, но можно использовать абсолютно любое. Отбиваем тонко, как на отбивные. Но пожарить просто отбивные, это как-то уже банально. И я решила сделать вот таким вот образом все. Вот это мясо я выкладываю в глубокую миску. И приготовлю маринад для мяса. Чеснок измельчаем. Добавляю сюда соль. Специи по вкусу. У меня это сухая аджика. Соевый соус и растительное масло. Горчицу. Кетчуп. И это все хорошо перемешаем. Точные пропорции вы найдете, как всегда, в описании под этим видео. Заливаем маринадом мясо и хорошо все перемешиваем. Мясо в этом маринаде получается очень ароматным и нежным. Отставляем в сторону. Я тем временем подготовлю гарнир. И это у нас будет капуста. Я капусту шинкую прямо же в форму, в которой буду все запекать. Ничего больше не добавляю. Только капуста. Натертая на крупной терке морковь и перемешиваю. Посолю по вкусу. Если хотите, можете добавить каких-то специй. Я добавляю только перец. Кетчуп. И хорошо перемешиваем. В принципе, кетчуп вы можете не добавлять. Я люблю капусту, чтобы она была такая с томатом. Можно порезать помидор. Или же просто. Тогда у вас получится капуста светлого цвета. Я люблю именно в томате. Все, капусточка подготовлена. Дальше берем шпажки и нанизываем мясо вот таким вот образом. Хаотически. Нам самое главное, чтобы кусок мяса хорошо держался на шпажке. Вот такие мини-шашлыки у меня получились. И так делаем до тех пор, пока не используем все мясо. Получившийся шашлык я выкладываю на капусту. Кстати, вы можете его выложить вот так вот поперек по форме. Но тогда мясо будет суховато. А так оно будет запекаться именно в соке капустном. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40-50 минут. И все, друзья, посмотрите. Румяное, очень ароматное, необычное мясо. И сочнейшая капуста, которая готовилась очень просто. Мы ее лишь только нашинковали. В одном блюде у нас получился отличный легкий гарнир и вкуснейшее мясо. Мясо можете использовать абсолютно любое. Свинина, говядина, баранина, курица. Что вы любите, то используйте. Ну что ж, друзья, вот такой сегодня у меня простой, но вкусный рецепт. Я надеюсь, что он вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч, как всегда на канале. Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью, будьте здоровы и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok